МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2018 год. В Беларуси объявлен годом малой родины. Сегодня в объективе камер программы эконом районный городок Ветка Гомельской области, где живут более 8 тысяч человек. Говорят, название городу дали старые абрятцы, которые в середине 17 века поселились в живописных местах, где росли ветвистые хвойные леса. А русло реки Сож здесь разветвляется, как ветка дерева. Как и дерево, человек имеет свои корни и свои ветви. Сегодня мы познакомимся с людьми, для которых волею судеб город Ветка стал родным домом, малой родиной. В 2010 году мне сказали, уже на пятом курсе, студент пятого курса, сказали, что есть место в ветке, нужен педагог. Я согласился. Почему бы не поработать? Почему бы не попробовать свои силы? Здесь же нашел свою супругу. Пуская корни, и я так думаю, что теперь это для меня и для моих детей будет малой родиной. Женился я на уроженке Ветковского района. Жена у меня отсюда. Переехал я сюда, живу здесь. Вот и тружусь на благо детей. Очень, скажем, гостеприимный народ Беларусь. Сколько лет уже живем в Беларуси, наша семья. Мы очень довольны, очень довольны, потому что мы здесь приобрели очень много друзей, можно сказать, даже родных. Ветковщина – один из пострадавших районов Беларуси в результате Чернобыльской катастрофы в 1986 году. Многие с тех пор покинули нажитые места. Сегодня ветка преображается и возрождается. Гимназия номер один словно пчелиный улей. Более 300 мальчишек и девчонок открывают для себя огромный мир знаний. Добрый день. Приглашаю посетить наше учреждение, гимназию города Ветки, в которой сегодня проходит единый день энергосбережения, который по доброй традиции у нас проходит каждые полгода. Как театр начинается с вешалки, так и единый день энергосбережения в ветковской гимназии начинается прямо у входа. Активисты встречают посетителей рекомендациями по энергосбережению в быту. Здесь организована выставка экспонатов, представлены рисунки и подделки творческие работы детей, родителей и педагогов. Эту подделку мы сделали дома всей семьей. Это когда на смену старой лампочки пришла молодая светодиодная. Но она сберегает больше электроэнергии. Мы каждый год участвуем в этом конкурсе, рисуем рисунки. Но в этом году мы решили сделать вот такую подделку. Так как дома используем светодиодные лампы, вот к нам пришла такая идея. Азы науки бережливости прививают с младших классов. Ребята любят участвовать в таких конкурсах, как своя игра. Рассуждать на тему экономии по-детски искренне, но со знанием, дело и чувством долга. Чем больше мы электричество бережем, чем больше мы денег зарабатываем. Чтобы сэкономить электроэнергию, нужно покупать современные приборы, драгающие лампы. Они намного эффективнее, чем обычные лампочки. И если они будут у вас во всем доме, и вы будете знать, как пользоваться правильно ими, то вы сможете поехать на море, отдохнуть, накопить много денег и купить то, что вы всегда мечтали. В Ветковской гимназии к экономии подходят комплексно. В прошлом году был проведен капитальный ремонт, благодаря которому повсеместно удалось внедрить энергосберегающее оборудование. Директор гимназии, кстати, в прошлом ее выпускник, с гордостью проводит экскурсию по учреждению. В частности, были заменены все лампы энергосберегающие, было заменено технологическое оборудование на пищеблоке, были заменены окна на энергосберегающие стеклопакеты. Сейчас приглашаю посетить наш пищеблок, посмотреть установленное технологическое оборудование. Был приобретен пара конвектома, а также электрические плиты, которые нам позволяют экономить электроэнергию. В коридорах трех этажей мы разместили датчики движения, которые выключают свет тогда, когда здесь не ходят наши детки. Наши учреждения образования уже давно работает в сфере энергоресурсосбережения. Нами была разработана и внедрена система экологического менеджмента. В результате этого проекта мы выиграли европейский грант в 1000 евро. Средства которых были потрачены на приобретение датчиков движения и светодиодных ламп, которые позволяют экономно использовать энергоресурсы. Думая глобально, действую локально. Это и есть тот простой принцип, которым руководствуются в своей научно-исследовательской деятельности учащиеся старших классов. Направляют и помогают учителя. Своих учащихся я стараюсь всегда держать, немножко так, как говорят сейчас молодежь, в тренде. Работаем над многими проектами. Особенно им нравится работать над проектами в энергосбережении и в экологии. Я стараюсь развиваться всесторонне, когда я в ветку уже переехал. Как бы у всего есть свои проблемы, я решил посмотреть, что я могу сделать, что могу предложить. Ну вот, энергопотребление, энергосбережение. Одна из работ Алексея – энергосберегающий тепличный комплекс, который был отмечен дипломом на республиканском конкурсе «Энергомарафон». Важными энергосберегающими элементами, я считаю, стены. Они будут состоять из каркаса в виде кирпичной кладки, окна. Они будут состоять из наборного стеклопакета, заполненного сухим воздухом. Крыша будет состоять из того же стеклопакета. А в качестве отражателя тепла будет использована металлическая пленка. Как я считаю, благодаря энергосберегающим технологиям можно будет синить расходы на потребление тепла, а также прачивать экологически чистую продукцию. Ветковские гимназисты уже третий год подряд выходят в призеры на различных конкурсах. Например, Евгений Павлович стал победителем областной научно-практической конференции «Поиск». Символично, что Женя разрабатывал тему экономической эффективности лесных ресурсов своей малой родины. Сегодня внимание подростка привлекает альтернативная энергетика. Альтернативная энергетика позволяет решать современные проблемы человечества, связанных с экологией и экономикой. И я решил предложить такой проект в этой сфере, который основан на одном из видов альтернативной энергетики – это водородная энергетика. Основой проекта является установка по сжиганию некондиционных материалов и отходов деревообработки и сельского хозяйства. Эта установка позволяет получать чистый водород, который можно использовать в качестве высококалорийной добавки к природному газу, так как энерговыделение водорода в три раза больше, чем у самого природного газа. Так или иначе, проекты, над которыми активно работают старшеклассники, напрямую связаны с местностью, где они живут и учатся. Считают, что каждый может внести лепту в улучшение экологии своего города. На сегодняшний день в столовой гимназии для подогрева воды используются электрические бойлеры, так как центральная котельная города Ветер расположена достаточно далеко. Своя котельная, которая расположена рядом со школой, она рассчитана только на отопление. Внедрение данных солнечных коллекторов необходимо для того, чтобы снизить затраты на электроэнергию в бюджете гимназии и, собственно, сэкономить. Наша работа не останавливается. Мы продолжаем писать проекты, мы продолжаем работать в сфере бережного использования топливно-энергетических ресурсов. Нами недавно были написаны несколько мини-проектов по реализации большого проекта соглашения мэров или так называемый пакт мэров, основная цель которых – это снижение водопотребления и энергопотребления. В этом году гимназию ждут великие перемены. В ближайших планах – обустройство территории для игровых видов спорта, а также установка метеорологической площадки. В проектах мечтают создать комплекс «Уютный дом», который позволит гимназии не только экономить, но и продавать свою электроэнергию в единую сеть республики. Я пришел в это учреждение учиться в 10 класс в 89-м году. Это было новое учреждение, новая школа. Я ее закончил. И, конечно же, мне сейчас хочется, чтобы мое учреждение было еще лучше, чем сегодня. По крайней мере, делается все для этого. В прошлом году из бюджета было выделено порядка 20 миллиардов рублей на капитальный ремонт нашего учреждения. Все средства были израсходованы, проделаны те мероприятия, которые планировались. И проведение энергосберегающих мероприятий позволило сэкономить порядка 30% бюджетных средств. Энергосбережение – наше будущее! Жизнь в Ветковской гимназии, можно сказать, бьет плечом. Между уроками репетиции, которые проводит музыкальный руководитель Сильвия Фарощан. Кстати сказать, мама известного в Беларуси певца Егиазара. Вот недавно мой сын дал интервью, сказал, что вот именно я не могу сказать, что это вторая родина. Для меня, потому что он лично первый класс пошел именно в гимназию нашу. И мы считаем, что для меня Беларусь – это родина. Потому что с детских лет дети пошли в школу именно здесь. Поэтому я считаю, что дети правы, дети никогда не ошибаются. Для них это родина. Сегодня в ветке восходит новая звездочка – Снежана Гордиенко, которую хорошо знают не только на ее малой родине, но и далеко за ее пределами. За маленькую артистку болела вся Беларусь, когда она участвовала в конкурсе «Ты супер!» Я учусь в пятом классе, мне 10 лет. Занимаюсь вокалом. Участвовала в международном конкурсе «Ты супер!» Я мечтаю стать певицей и прославить свою родину. У Снежаны необычная судьба. Она живет в детском доме семейного типа, где воспитываются еще семеро детей, от которых отказались их родные. Семья живет в большом уютном доме, который им выделило государство. Здесь всегда тепло и светло. Все предусмотрено для экономного расходования электроэнергии, воды и газа. Установлены регуляторы тепла на батареях, светлые обои в просторных комнатах, локальный свет на столах. Когда я делаю уроки, я включаю настольную лампу и тем самым экономлю общий свет. Это нужно для того, чтобы сберечь природу и сэкономить деньги. Приемная мама Анна Мельникова говорит о том, что в семье рациональный подход к ресурсам. Не принято экономить только на одном – любви к своему ближнему. Мама, скажи, пожалуйста, как ты экономишь свет? Я выключаю свет, когда выхожу. А еще? А еще выключаю воду, чтобы она не текла. Учу вас всех быть бережливыми. Мы детей учим бережливому расходованию электроэнергии, воды, потому что в дальнейшем это пригодится, чтобы они были экономными, были практичными хозяевами. Говорят, где прошло детство, там и начинается малая родина. Это место, которое обладает великой силой притяжения. Когда ценишь то, что имеешь, делаешь то, о чем мечтал. Счастье, как по лужам, а может, только поможет.